Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Я очень рада приветствовать вас в новом видео. Встречаю вас в новой обстановке. Первое видео из нашего нового дома мы наконец-то переехали. Даже не верится, что этот этап завершен, что мы доехали, мы во Флориде, все заселились, все в порядке. Дорога была тяжелая, не без приключений. Я уже говорила, что Эмма заболела, по приезду мы с мужем заболели. Я думаю, вы слышите по голосу, что я простужена, у меня заложен нос, кашель. В общем, все было бы прекрасно, если бы не вот эти маленькие неприятности. Но в целом переезд прошел хорошо, я считаю, успешно, без различных накладок. Даже я, которая люблю планировать, все организовывать, составлять различные схемы, таблицы, чек-листы, не смогла на 100% правильно оценить объемы последние несколько дней, последние пару дней. У нас были просто сумасшедшие, нам казалось, что мы ничего не успеем. Переезд это и так утомительно эмоционально и физически. А еще, когда ты понимаешь, что у тебя нет четкого плана, что может все полететь коту под хвост, что ты ничего не успеваешь, это идет дополнительная эмоциональная нагрузка, и тебе вдвойне тяжелее. Поэтому обязательно к переезду готовьтесь за несколько месяцев, обязательно составляйте различные планы, делайте подготовительные работы, заранее все покупайте, организуйте, планируйте и думайте. Потому что никогда невозможно, мне кажется, касаемо переезда оценить объемы на 100%. Поселились мы недалеко от города Тампа, вообще у нас такое, на мой взгляд, интересное, удобное месторасположение, то есть нам до большого города до Тампы ехать 30 минут, там крупные торговые центры, магазин, мой любимый магазин Икея, какие-то крупные поликлиники, отделения и так далее и тому подобное. И также, если спускаться на юг, ехать на юг, популярный курортный город Срасоты или Сиеста Киев, в котором мы были летом, у меня есть влоги из этого места, тоже до него ехать 30 минут. То есть и в центр по делам, там куда-то ты едешь 30 минут, и на юг отдыхать на пляж, там классные такие пляжи с белым песком, тоже 30 минут. Мы снимали дом удаленно, онлайн, у нас не было возможности приехать посмотреть, мы решили с мужем рискнуть, и в целом, в принципе, результатом мы остались довольны. То есть соотношение цены и качества, на мой взгляд, неплохое, то, что мы получили за эту цену. Было страшненько, но вот все соответствовало картинкам, мы смотрели только фотографии, и у нас был виртуальный рум-тур, когда виртуально можно было пройтись по комнатам, посмотреть планировку, но вот в целом оценить весь дом, оценить округу, масштабы, внутри планировку, это, конечно же, мы не смогли там пощупать, посмотреть своими глазами только через фотографии. Но я думаю, что это неплохой опыт, и мы сэкономили время, мы сэкономили деньги. Это, опять же, аренда, это не покупка, когда ты там просматриваешь, продумываешь все до мелочей, то есть это аренда на один год. Как я уже говорила ранее, в следующем году мы планируем присматриваться уже к домам и покупать что-то в собственном. Дома я практически уже все разобрала, по крайней мере, сейчас ощущение, что ты действительно находишься дома, а не в каком-то временном пристанище, где кругом какие-то коробки, рюкзаки, сумки, контейнеры, пакеты, и все непонятно так в хаотичном состоянии. То есть я, конечно же, вещи разложила по свободным местам, никакую организацию я не делала, хранение никакого нет, обустройством, красивым хранением, всем этим созданием уюта мы будем заниматься с вами дальше уже в следующих видео. Сегодня я покажу наш дом, будет рум-тур, пройдемся, прогуляемся по нашей округе, поделюсь какими-то своими впечатлениями и планами на дальнейшее обустройство. Желаю вам приятного просмотра. Вот так выглядит наш дом с внешней стороны. В этот раз мы арендовали одноэтажный, слева и справа находятся двухэтажные дома. Очень хорошая округа, домики все аккуратные, новые, 2020 год постройки. Все чистенько, уютно. Здесь как двухэтажные, так и одноэтажные дома. А вот с этой стороны у них, видите, выход к какому-то небольшому водоему. Очень хорошая, красивая округа, мне нравится. Здесь тихо, спокойно. На эту улицу у нас выходит одно окно. Это самая большая спальня из трех, которые находятся в той стороне дома. И это мой рабочий кабинет, совмещенный с временной игровой зоной. Маленькую пальму они посадили, кустики. Ну, в общем, какая-то такая зеленая зона. И с этой стороны тоже маленькие такие аккуратные кустики. Пока еще небольшое дерево, но оно вырастет, конечно же. Цветочки вот эти мне нравятся. Такой уютный уголочек. Мы купили уже фонарики. Вот эти вот воткнули. Они от солнца заряжаются и вечером светятся. Здесь они щепкой все засыпали. И тропинка такая к дому. К сожалению, нет крыльца. Теперь у меня нет возможности качаться на качеле по утрам и пить кофе. Но что есть, то есть. Обязательно будет в собственном доме. Небольшой такой закуток. Ну, я, конечно же, сюда постелю коврик. Нужно будет повесить веночек какой-то красивый. В угол можно поставить цветочки, съездить в магазин, купить хризантемы. Вот эти большие продаются в горшках. Надеюсь, они еще продаются. А то у нас уже осенний сезон заканчивается. В магазинах появился зимний декор. Поэтому так. Ну, давайте заходим домой. Добро пожаловать к нам в дом. Я сейчас стою возле входной двери. Здесь у нас располагаются небольшие коридоры. Очень радует, что есть зона прихожей. Хотя бы какая-то маленькая. Я смогла там разместить свою старую напольную тумбу и вот полку. Мне, конечно, не нравится такое открытое хранение в старом доме. Эта напольная полка у меня стояла в закрытой кладовой. Но вот здесь такой нет. Поэтому я пока поставила ее сюда. Дорожку на пол постелила тоже старую. Места, в принципе, предостаточно. И можно, например, вот справа разместить какую-то даже консоль. Туда поставить декор для души, чтобы радовал глаз. Ну и, возможно, организовать хранение обуви в каких-то плетеных корзинах. Или вот здесь вместо этой полки купить и поставить полку закрытую для хранения обуви. Например, в Икеа продаются, в принципе, удобные варианты. В общем, подумаю. И также, смотрите, еще здесь есть стена. У нас сейчас пока тут стоит старый стеллаж из прачечной. Антон делал его сам. Он, конечно, не привлекательный. Для гостиной не подходит. Его отсюда уберем. А можно будет здесь разместить какую-то консоль. С одной стороны. Но с другой стороны не хотелось бы закрывать эту стену. Потому что, видите, вот это фильтр. И, соответственно, если будет закрыто, то хуже будет очищаться воздух. Слева маленькая прачечная. Она прям совсем малюсенькая, в отличие от той, которая у нас была в старом доме. Здесь удалось разместить только стиральную сушильную машину. Еще в середину я там поставила, благо подошел туда этот мешок для грязного белья. Корзина. Полочка небольшая. Но я думаю, что здесь можно, в принципе, будет как-то аккуратно, компактно разместить все, что необходимо для стирки. Ну, хотя бы какая-то комната есть, да, где за закрытыми дверями стоит стиральная сушильная машина. Хотя бы какая-то зона. Эта дверь ведет в гараж. И вот, по большей части, мы, конечно, заходим в дом именно оттуда. Потому что приезжаем на машине. И вот я думала, что если тумбу какую-то для обуви, может быть, разместить посередине. Чтобы удобно было разуваться, когда ты приходишь, заходишь из гаража. И когда через центральный вход. Комната у нас одна общая, просторная. Это и гостиная, и кухня, и обеденная зона. Комната прям большая. Мне кажется, даже эхо слышно. Потому что мебели сейчас немного, дивана нет. И, соответственно, такое вот эхо отдает. Так, обеденный стол я пока разместила вот таким образом. Скорее всего, переставлю его. Потому что, по идее, он должен стоять над люстрой. И вот здесь можно купить какой-то ковер. И выделить обеденную зону, чтобы она была обособленная. Там мы возле стеклянных дверей поставим, конечно же, и ванн. А напротив, у стены, мы разместили телевизор. И напольную тумбу, которая у нас была в старом доме. У меня есть идея ее немного преобразить, изменить, улучшить. И если получится, то оставим ее. Если нет, то купим тогда, наверное, какую-то новую в Икеа. И здесь кухня. Посередине такой просторный остров. Американцы часто делают остров, совмещенный с барной стойкой. Поэтому здесь есть такое выделенное пространство. Оно идет для барных стульев. То есть, когда они устраивают какие-то там небольшие посиделки с друзьями, закуски, напитки выставляют на столешнице. И здесь на барных стульях можно отдыхать. И также гостиная зона. То есть, там на диване кто-то располагается. Я не знаю, будем мы покупать барные стулья или нет. Потому что они как-то так дорого стоят. Но потом посмотрим уже по ходу жизни. Приценимся. Конечно, сейчас эта зона смотрится как-то пусто. Слева находится холодильник. Вот за этой дверью маленькая кладовая, где хранятся запасы продуктов питания. Конечно же, есть плита, микроволновая печь. И вот здесь посудомоечная машина. Раковина с краном расположена посередине. В целом мне нравится, как здесь все оборудовано, как расположена техника. Очень удобно. То есть, готовишь что-то возле плиты. Здесь рабочая поверхность, там рабочая поверхность. Можно порезать. Если необходимо помыть, повернулся слева. Здесь кран. Ну вот посудомоечная машина. Как-то вот мне кажется удобно. В целом мне нравится. Вот неделю пользуюсь уже. Мне удобно на этой кухне, комфортно. Жалко, конечно, что столешница темная, потому что она забирает свет. Если была бы светлая, то кухня смотрелась бы более просторной. Более светлой, потому что на самом деле у нас дом, он такой достаточно темный. Соседи слева и справа, у них двухэтажные дома, а у нас дом одноэтажный. Поэтому они, вторые этажи, их забирают наш свет. И вот даже днем, в солнечную погоду у нас не особо светло. Но на кухне, там на потолке встроенные светильники. И если их включить, то будет прям очень ярко. То есть света достаточно, но при этом естественного света немного. И самое темное место здесь – это кухня. Потому что здесь свет поступает только из этого окна. А вот тот, который идет через стеклянные двери, он не совсем доходит из-за этой стены и из-за холодильника. То есть немножко свет забирает, и поэтому в самой кухне не прям так ярко. В старом доме у нас на кухне было окно. И это, конечно, классно, когда есть окно, когда есть естественный свет. Здесь утром всегда, когда я готовлю завтрак, мне приходится включать вот эти потолочные светильники, потому что света мало. Так, давайте покажу вам кладовую. Вот эту, она суперпросторная. В старом доме у меня тоже была кладовая, но она была маленькая. А это, смотрите, какая здесь у меня сохнутая. Смотрите, какая она просторная. Обалдеть! Места очень много. Здесь даже можно разместить какую-то технику или посуду, например, в корзинах плетеных. Пока полный бардак. Конечно, я просто так доставала из коробок и складывала там, где было свободное место, потому что красоту я буду наводить позже. Мне важно было разобрать все вот эти коробки, которые там были нагромождены в гостиной. Вот сюда мы хотим поставить диван. Этот коврик я потом уберу. Нужно будет купить какой-то ковер рядом с диваном. Также какой-то журнальный столик рядом с диваном. Это выход на задний двор. Задний двор у нас большой, но сейчас я попробую его открыть. Но, к сожалению, здесь очень маленькая вот эта зона заасфальтированная. То есть мы смогли поставить только наш гриль, а стол нам уже некуда поставить со стульями. Как-то на траву не хочется ставить. И вот и думай, как тебе здесь все организовать. Слева соседи у нас отгорожены забором. Впереди тоже забор, а вот справа забора у нас нет. И там у нас как-то общая такая зона. Ну, понятно, что заграничение такое ориентировочное. Там они поставили батут соседи. И у них там тоже зона какая-то. У них классно, у них больше места. Нам вообще негде разгуляться, только если на траве пледы расстелить. Но они как-то в этой зоне не появляются. И, по идее, если ты находишься здесь, сидишь здесь, то они мешают друг другу. Но дети там редко прыгают на этом батуте пальмочки. Давайте еще с этой стороны покажу, как смотрится комната. Вот так. То есть получается, видите, кухню даже не видно. То есть видно просто остров, часть острова. А саму кухню не видно. Ну, вот если на диване будешь даже сидеть, тоже из этой части кухню практически не видно. Это большая, самая главная спальня. Тоже просторная. Здесь на полу, кстати, плитка. А в спальнях ламинат настелен. И он темного цвета. Это просто караул. Все крошки, пыль, ссор, все это видно. Вот я делала уборку, по-моему, вчера или позавчера. Смотрите, уже все крошечки какие-то, пылинки. Все это хорошо просматривается. И, конечно, заморочек с темным полом намного больше. Я вот явный противник темного пола и темных фасадов на кухне. Потому что за ними ухаживать очень замороченно. Разместила мебель я вот таким образом. Не знаю, в целом, мне кажется, смотрится неплохо. Напишите в комментариях, как вам вообще такое расположение. Поменяли бы вы что-нибудь или нет. У меня была идея еще кровать поставить вот к этой стене. То есть убрать комод в гардеробную. Сюда поставить кровать. А вот этот косметический столик перенести сюда. Но потом я как-то подумала, что так, наверное, будет лучше. В общем, оставила таким образом. Буду в ближайшее время создавать уют, красоту. Будем украшать с вами. На окнах установлены жалюзи. Я буду делать карнизы. Будем вешать карнизы. Конечно же, обязательно шторы. Потому что они придают плюс 100-500 к уюту. Для меня жалюзи – это исключительно офисный такой стиль. Но вот почему-то в американских домах, именно в тех, по большей части, которые сдаются, они устанавливают такие универсальные белые жалюзи. И карниз, кстати, здесь был только вот над стеклянными дверями, которые идут на бэкьярд. Не знаю, смогу убрать жалюзи или нет. Если даже не смогу их убрать, все равно сделаем карнизы. Будут и жалюзи, и карнизы. Стены здесь белые. И они какие-то немножко как неравномерные. То есть какая-то отделка такая интересная. Я ранее не встречала. Но смотрится, мне кажется, это неплохо. Мне нравятся белые стены. Они не белые, видите, в отличие от потолка. Все-таки потолок чисто белый, а стены светло-светло-молочные. И комфортно, удобно. Намного мне больше нравится, чем были вот у нас светло-серые в старом доме. Это дверь в ванную комнату. Ванная комната темная в сравнении с той ванной комнатой, которая у нас была в старом доме. Потому что там было просторное, такое большое окно. Было много естественного света. И это было классно. Здесь так непривычно, очень-очень темно. Я уже отвыкла, когда в ванной комнате нет окон. И вот лично для меня это минус. Ну, также здесь есть плюсы. Это, конечно же, белые фасады. Душевая кабина просторная. Но это, опять же, для меня больше минус. Потому что очень много с ней заморочек. Вот эти стеклянные двери. Мыть на мувате. Просто караул. И из плюсов то, что здесь установлена керамическая плитка. Хотя бы самая дешевая, простая, белая. Но она есть. В старом доме у нас были эти дешевые пластиковые панели, которые со временем желтеют. Они меня ужасно раздражали. Потому что смотрится это некрасиво. Здесь хотя бы обычная белая плитка. И то уже смотрится намного приятнее. То есть находиться в таком помещении намного приятнее. Более стильно как-то это все выглядит. Ну и душевая кабина тоже такая удобная. Вот эти двери раздвижные. В целом неплохо. Огромный минус в том, что здесь, к сожалению, нет никаких выдвижных ящиков. Даже самого маленького нет. Вот это все глухая панель. То есть она никак не открывается. Здесь только вот напольные такие распашные тумбы с распашными дверями. И как организовывать хранение косметики. То есть это все я не знаю. Возможно какие-то куплю ящички, которые приклеиваются на двухсторонний скотч или что-то такое. Потому что я не люблю, когда хранится все это на открытой поверхности. Вот так вот в корзине, как у меня сейчас это стоит. Смотрится неаккуратно, неопрятно. Не люблю, когда щетки, когда зубная паста лежит на открытой поверхности. Я предпочитаю все это прятать. И вот придется извернуться, чтобы каким-то образом здесь организовать хранение. В этой части дома у нас находятся спальни. Всего получается в доме четыре спальни. Одна главная и три маленькие. В этой спальне муж делал свой рабочий кабинет. Здесь также есть шкаф. Гардеробная маленькая. Это у нас детская. Так вот я пока поставила Эмину кроватку. Здесь ее шатер. Это комод. И вот тут просторный такой, в принципе, тоже шкаф. Клозет. Что-то у нас даже висит. Так, внизу мы разместили все ее игрушки. У меня, знаете, какая была идея? В Икеа купить вот этот стеллаж для хранения игрушек. И поставить его прямо в кладовой, вот в гардеробной. И тогда все эти разноцветные игрушки будут скрыты. Там корзинки. Ей удобно. Она подойдет, возьмет игрушку, которая ей необходима. Мне кажется, будет организация намного лучше, нежели вот в каких-то корзинах, контейнерах. Это так по отдельности стоит. Ну и в комнате. В самой комнате будет просторнее, потому что мы ей заказали еще парту. Хотим поставить вот сюда, возле окна. Или, возможно, в другую комнату. Не знаю, посмотрим. Здесь шатер мы раскроем, чтобы ей уже сидеть, заниматься. Потому что взрослеет уже этот столик из Икеи для нее маленький. Мы ей заказали парту. Не знаю, посмотрим, какого качества придет. Здесь слева есть маленькая такая кладовая для хранения полотенец, постельного белья. Сезонную одежду можно хранить. Вторая ванная комната. Она совмещена с санузлом. Здесь ванна, точно так же кафельная плитка, отделка. И зеркало тоже точно такое же, такая же столешница. В отличие от нашей ванной комнаты, в этой есть выдвижные ящики. Причем их тут очень много, аж целых три штуки. Как-то вот они там в ванной совсем не продумали. Хотя бы один небольшой выдвижной ящик можно было бы, я думаю, сделать. Как-то там его разместить. Ну вот. К сожалению, нет. И последняя спальня. Она более светлая, более просторная. Я ее отвоевала себе под рабочий кабинет. Но он будет, конечно же, как всегда, совмещен у нас с игровой зоной. Мы здесь собрали Эмину кухню. Тут стоит ее этот. Чтобы, когда я работаю, она могла здесь тоже играть. Потому что где мама, там и Эмма. Если я на кухне что-то готовлю, она играет в гостиной. Если я здесь работаю за компьютером, она тоже рядышком здесь со мной играет. Но вот эта вот спальня, эта комната самая просторная. И здесь тоже очень большой клозет гардеробная. Там наверху полка. И внизу место тоже можно хранить какой-то свой сезонный декор. Там я вот этот белый короб поставила. Это у меня новогодние там пледы всякие. С этой стороны тоже можно будет как-то разместить. Но вот потом по ходу жизни буду организовывать. Окна выходят во двор. Там сижу, вот когда за столом. Пальмочка у меня там из окна виднеется. Ещё мы думали о том, чтобы её школьную парту поставить вот сюда тоже, напротив моего стола. Здесь будет естественный свет. И вот пока я там работаю, что-то делаю, она тоже может заниматься. Как раз мне удобно. Я могу давать ей задания, контролировать всё это. Мы можем переговариваться, общаться. И вот параллельно я буду делать свои дела. Ну а теперь давайте прогуляемся по округе. Мне нравится наш квартал. Аккуратно, чисто, спокойно. Многие уже украсили дома к Хэллоуину. Этот праздник пользуется популярностью среди американцев. Они устраивают костюмные вечеринки, создают во дворах тематические декорации. А в магазинах продается очень много разной праздничной атрибутики. В территории нашего комплекса есть небольшой искусственный водоем. Рядом пешеходная тропа с несколькими лавочками для отдыха на свежем воздухе. Дом у нас находится в комьюнити, поэтому есть общие зоны пользования. Это конференц-зал, тренажерный зал, детская игровая площадка, зона для барбекю и бассейн. Бассейн такой классный, красиво оформлен, большой, с подогревом. Насколько я поняла, он работает круглый год. Именно поэтому мы приняли решение снять этот дом практически не глядя, потому что, согласитесь, бонусы очень приятные. На этом, друзья, буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам понравилась прогулка, понравился рум-тур. Не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Увидимся с вами совсем скоро в новых роликах. Пока-пока!